Сезон снегоуборочных работ во дворе Палаткиных близится к завершению, но совсем скоро у хозяев дома начнутся другие заботы. Ближе к теплу нужно будет перенести из погреба соленья и остатки урожая, иначе половодие их не пощадит. В погребе вода накапливается каждой весной, но двор затапливает не всегда. Особенно напряженной обстановка была в 2012 году, вспоминает Галина Палаткина. Затапливалось все дома. У нас в моем доме до половины было воды. На лодках приплывали МЧС, нас забирали в школу, ждали, когда вода уйдет. Так было в 2012 году. А в такие годы, да, тоже, например, в прошлом году не было, а в те годы тоже заливало. Ну, не очень сильно, но заливало, да. И в погребах вода, и так нельзя было пройти. Гораздо сложнее приходится жителям улицы Школьной. Их дома находятся недалеко от рек Инсар и Корнай. Кроме того, сюда стремится вода с полей, и чтобы она не задерживалась, бригада рабочих еще до активного таяния снега углубляет водоотводные каналы и прочищает трубы. Ну, они засоряются, когда с полей идет мусор, когда жители кидают пакеты. Земляна с полей приходит, она все оседает в трубах, и засоряются в отпускные трубы. Вот мы призваем очистку их. В они вода уходят в рек. И не в село идет, а в рек только идет. Так что мы здесь и дежурим, когда поводок идет. В зоне подтопления также некоторые улицы Напольной, Тавлы, Грибоедово, Горяйновки, Елги. Нашлась работа для бригады и в Луховке на улице, расположенной рядом с рекой Тавла. Также в это время активно идет работа по информированию населения. Администрации раздают памятки на соответствующую тематику, проводят инструктаж с населением. Работает многоканальный телефон службы ЕДДС городского округа Саранск 24 0707. Все заявки, которые поступают, направляются на муниципальные предприятия, которые осуществляют эти мероприятия. И будет оказана соответствующая поддержка и помощь. А понадобится ли эта помощь, станет понятно ближе к середине марта. По словам синоптиков, пока сложно определить, как именно пройдет половодье. С одной стороны, выпало много осадков. На полях лежит от 45 до 75 сантиметров снега. С другой стороны, земля промерзла только на 10-20 сантиметров. Это в 4,5-10 раз меньше нормы. За счет этого, то, что у нас и сейчас происходит постепенное подтаявание почвы снизу, возможно, что когда уже начнется интенсивное снеготаяние, почва вообще тает. И часть воды уйдет в почву, в землю. Поэтому поводок может быть слабее. Но самое главное, это, как говорится, процентов 40 от того, какой будет поводок. Самое главное, какой будет температурный режим. Будет ли большая вода действительно большой, зависит еще от того, резко или постепенно потеплеет и будут ли дожди. Пока же синоптики от начала марта резкой смены погоды не ждут. Первая декада весеннего месяца будет почти на 2 градуса прохладней нормы. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Дмитрий Малахов. Народные новости.